Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Все мы с вами понимаем, конечно, что в первую очередь вопрос отчуждения вспомогательных помещений стоит в ОСНД, которые приняли на баланс дома старой постройки, то есть дореволюционные дома, дома построенные еще в советский период, в которые имеется достаточное количество таких помещений. В таких домах, как так называемые пущевки, девятиэтажки, панельные, кирпичные, шестнадцати, двенадцатиэтажные дома, этот вопрос не особенно актуальный. А вот так, как они построены после Первой мировой войны, количество вспомогательных помещений – это, будем говорить, минимально. Как правило, в старых домах у нас, особенно в Одессе, есть достаточно большое количество таких помещений. В тех домах, которые приняли ОСНД на баланс, вернее, я прошу прощения, в те дома, которые были построены в советский период, особенно после Второй мировой войны, у нас в городе Одессе Департамент коммунальной собственности достаточно активно практиковал продажу таких вспомогательных помещений, которые, не только тех помещений, которые были встроены в дома, например, не знаю, на первых этажах были парикмахерские, времена Советского Союза, различные магазины, различные учреждения, которые уже не существуют на сегодняшний день. Какие-то мастерские, бытовые помещения. Но активно, особенно у нас в городе Одессе с 10 по 12 год продавались помещения, которые были подвалами и чердаками многоквартирных домах. При этом их оформлял городской департамент коммунальной собственности как не жилые помещения, а не как вспомогательные. Соответственно, им присваивался адрес, православящие документы и производилось отчуждение. Есть судебная практика по этим вопросам, что для членов, но созданных в СМД пытаются вернуть, будем так говорить, собственность жильцов в СМД эти помещения. Но, честно говоря, если изучить судебную практику, то видно, что, как правило, эти вопросы решаются не в пользу жильцов многоквартирных домов. Правовой статус вспомогательных помещений в многоквартирных домах. Вспомогательные помещения – это общее имущество жильцов многоквартирного дома. Как правило, это колясочные, кладовки, мусоропроводы, чердаки, подвалы, шахты и машинные отделения лифтов, вентиляционные камеры и другие подсобные технические помещения. Форма собственности у них – частная и совместная собственность, владельцы квартир и нежных помещений. Конечно, все понимают, что отчуждение шахт и машинных отделений лифтов или мусоропроводов не является целесообразным и насыщенным вопросом. В старых домах существует многообразие вспомогательных помещений. Кроме подвалов и чердаков есть помещения, которые использовались как сарай для хранения угля и дров. Некоторые дома, особенно если дом имеет закрытый двор, то на территории этого двора обязательно были помещения сараев, достаточно такие большие помещения. В некоторых старых одесских дворах, особенно в центре города, у нас даже были такие помещения, которые назывались ледники, то есть как холодильники использовались жильцами дома. Во дворах также есть нежилые одноэтажные помещения, которые использовались жильцами как гаражи для хранения машин. Конечно, по сложившейся практике, много-много лет все жильцы по согласию между собой пользовались этими помещениями для своих каких-то бытовых нужд. Но, естественно, при этом не оформляя никаких документов. Но в последнее время управляющие компании сначала, а потом уже вновь созданные ОСНД, стали каким-то одним известным способом взимать платы за пользование этими помещениями. Поэтому, естественно, возникло у жильцов, возникли вопросы, как оформить на себя православящие документы на это помещение, чтобы закрепить их за собой и избежать лишних каких-то проблем. Вот здесь как раз и начинаются вопросы и проблемы. Например, у нас в Одессе была практика несколько лет назад, когда жильцы заключали так называемые договора пользования. Договора, конечно, были, как бы вам сказать, ну, это была просто такая бумага, но при этом жильцы исправно платили по этим договорам какие-то там деньги за пользование своими этими подсобными помещениями. Хожу прощение, вспомогательное. Когда ОСНД создавались, естественно, все эти договора автоматически становились уже недействительными, и у жильцов вставал вопрос, как мы можем купить у ОСНД то помещение, которое мы пользуем, и нам оно интересно. Здесь есть, конечно, ограничение, потому что общее имущество не подлежит разделам между совладельцами, и совладельцы не могут выделить это имущество в натуре как часть из общего имущества. Вспомогательные помещения передаются безвозмездно в общую собственность граждан одновременно с приватизацией мини-квартир. Совладельцы квартир и нежилых помещений становятся совладельцами вспомогательных помещений независимо от основания приобретения права собственности. Для этого не требуется осуществлять никаких дополнительных действий для того, чтобы подтвердить право собственности на это посологательное помещение. Есть решение Конституционного суда Украины от 2.03.2004 года, можете увидеть здесь на презентации его номер, в котором четко Конституционный суд разъяснил, что относится к вспомогательным помещениям и как собственники получают право собственности на эти вспомогательные помещения в многоквартирных домах. Здесь четко разъяснено, что собственники неприватизированных квартир многоквартирного дома являются точно такими же совладельцами этих вспомогательных помещений, так как и собственники приватизированы. Вспомогательные помещения имеют функции обеспечения, имеют функциональное назначение какое. Самое главное, они участвуют в обеспечении нормальной эксплуатации. Обеспечение бытового обслуживания жильцов дома, повышение жизненного комфорта жильцов. Вопрос, как разграничить вспомогательные помещения и нежилые помещения, это самый острый вопрос, где есть очень тонкая грань для того, чтобы установить статус этого помещения. Нежилые помещения – это помещения, которые с самого начала строились не как вспомогательные, а как основные помещения, просто как которые имеют свое функциональное назначение. Например, для того, чтобы осуществлять торговлю, услуги, паркинги многоквартирных домов – это тоже нежилые помещения. Вопрос по поводу нежилых помещений актуален во многоквартирных домах, где самодельцы получали право собственности по договорам инвестирования. То есть компания застройщик еще на стадии проектирования четко обозначала нежилые помещения как самостоятельный объект недвижимости со своим адресом, то есть номером. Вспомогательные помещения такого номера и идентификации не имеют. Есть постанова Верховного суда Украины под 6.08.2019 года, где на примере можно четко увидеть, как установить самогательное помещение или нежилое. ОСМД зарегистрировало право собственности на подвал многоквартирных домов. В данном случае это Львовский городской совет решил оспорить это решение. В удовлетворении иска Львовскому городскому совету было отказано. Почему? Казиция Верховного суда такая, что ключевым является визначение правового статуса с первых помещений в багатоквартирном доме, а саме встановление того, чи относятся они до помещений, чи є нежитовыми помещениями в статусе джитового доме. До помещениям примещения есть все без примещения багатоквартирного житового доме, независимо от наявности или отсутствия в них того или иного обладания, и коммуникаций, адже их призначениями есть обслугованы не только в доме, а и в собственных помещениях. Лише примещения, которые с самого начала строились как такие, использования которых им было другие призначения, магазины, перукарни, офисы, поштовые отделения то что, остаются тем, что они подпадают под правовый режим для помещениях примещений. И аналогичная позиция была высказана в постановлении для полного суда до 17-го года, 17-го года, то есть четко все обозначено. Ну, как я уже сказала, обозначить грань между усмогательными и неживыми, это все-таки достаточно сложно. Я вам приведу пример. Все мы знаем, что в домах многоэтажных, в некоторых домах многоэтажных, которые были построены во времена Советского Союза, были колясочные. Колясочные, кстати, колясочные, как правило, были еще до того, как у СМД создавались, были проданы все в частном суде, ну, каким-то образом, но в данном случае вот помещение колясочное, оно является изолированным помещением, то есть на лицо все признаки нежилого помещения, а не вспомогательного. Но при проектировании, я прошу прощения, еще колясочное имело отдельный вход, четко, то есть изолированное помещение со своим отдельным входом. Но при проектировании колясочные имели бы значение, которые предназначались как вспомогательное помещение, только для жильцов тех квартир, расположенных на данном конкретном этаже, то есть на лицо признак вспомогательного помещения. Поэтому, повторяя самым главным вопросом, есть вопрос определить статус данного помещения. Вспомогательные помещения не являются самостоятельными объектами недвижимости. Они относятся к жилому фонду и находятся в общей совместной собственности со владельцем многоквартирного дома. Нежилые помещения – это самостоятельные объекты недвижимого имущества. Они являются изолированным многоквартирным домом, не относясь к жилому фонду. То есть они являются самостоятельным объектом гражданско-правовых отношений и находятся в собственности конкретного лица, будь то частное лицо, государственное или коммунальное. По поводу вспомогательного… Есть судебная практика при назначении вспомогательного и нежилого помещения. У нас тоже есть основа Верховного суда 23.10.2019 года, например, где дело было в чем? Государство оформило подвал многоквартирного дома за собой. Собственные квартиры после создания ВСНД решило спорить это решение, потому что считал, что подвал есть дополнительным вспомогательным помещением и общим имуществом. Кстати, этот вопрос Верховный суд отправил в суд с первой инстанцией. Почему? Потому что Верховный суд посчитал, что здесь, в данном случае, суд не разъяснил, являлось ли помещение подвалом нежилым помещением или вспомогательным помещением. Как оно использовалось? Как самостоятельный объект недвижимости или как вспомогательное помещение? Вот вы можете посмотреть номер этого решения и посчитать это достаточно интересное решение. Поэтому у нас, я повторяю, что вот эта грань между вспомогательным и нежилым, ну, вроде бы все понятно четко, однако на практике определить достаточно сложно. Почему? Потому что вспомогательное помещение, как общее имущество многоквартирного дома, на них имеется право пользования всех жилцов многоквартирного дома. Любой жилец многоквартирного дома имеет право посмотреть техническую документацию на это помещение, информацию получить о его техническом состоянии, условиях содержания, эксплуатации, расходы на содержание, поступление от использования этого помещения, такое тоже будет аренда или нежилые помещения, как самостоятельное объекты недвижного имущества четкое, находится в приватной властности. Совладельцы многоквартирного дома не имеют права никаких, даже выясняют по поводу этого помещения ничего, потому что все права по этому помещению принадлежат собственному. Что касаемо проблем отчуждения, вспомогательных помещений, вот самое, мы переходим к самому такому, будем так говорить, животрепещущему вопросу. Почему? Потому что вспомогательные помещения, я прошу общения, вообще помещения многоквартирного дома, имеют право быть, отчуждаться, если они не являются самостоятельным помещением, правособственным, которое уже было зарегистрировано, и не являются необходимыми для эксплуатации дома. Здесь, значит, соблюдаются условия продаж. У СМД должно быть балансодержательного дома. Вот, кстати, по поводу балансодержательного. Мы знаем, что по письму министерства ЖКХ нашего, еще 2009 года, для того, чтобы продать общее имущество жильцов многоквартирного дома, ОСМД было обязано взять его на баланс. Но с 2015 года, в законе больше нет прямой нормы, которая указывает, что ОСМД должно принять на баланс дом. То есть, с одной стороны, действует норма, что должен быть принят на баланс, с другой стороны, прямой нормы уже нет, что ОСМД должно принимать основной баланс. И, насколько я знаю по обращениям, вот, по балтировке, представителям ОСМД, в этом вопросе часто возникают проблемы с налоговой, при оформлении отчетов. То есть, тоже такой вопрос очень интересный. Далее, для того, чтобы продать общее имущество, должно быть согласие с экс-владенцией, как квартир, так и не жилые помещения в этом данном многоквартирном доме. Должно состояться общее собрание, которое принято решение об отчуждении этого общего имущества. И полученные средства от продажи должны будут использованы только на нужды дома. Здесь, вот, по поводу согласия на отчуждение общего имущества, я хочу заметить, коллеги, что мы сталкиваемся на практике, когда нас просят клиенты сопроводить сделку по покупке вот такого общего имущества дома. Кстати, это достаточно распространенный, будем говорить, желание жильцов многоквартирных домов. Здесь, кроме юридических вопросов, возникают еще проблемы материальные. Почему? Потому что согласие на отчуждение общего имущества дают все собственники приватизированных квартир, собственники неприватизированных квартир и собственники нежилых помещений. Форма согласия, как мы знаем, должна быть письменной, обостоверенной нотариально. Там должен будет содержаться точный перечень имущества, которое подлежит отчуждению, четкие действия, на которые дается согласие. Но, как правило, ОСМД с удовольствием, будем так говорить, передает это имущество одному из жильцов для того, чтобы получить какие-то средства, чтобы там что-то сделать для своего дома в плане материальных каких-то вложений. Но принимать участие в затратах, ОСМД, будем так говорить, никогда не горит желанием. Поэтому покупатель, как правило, должен озаботиться сам вопросами получения согласия своих совладельцев. Хорошо, когда все приходят на общее согласие, подлительно там проводится работа какая-то, разъяснительная о том, что вот у нас есть помещение, мы хотим его продать, у нас есть наш соловелец, который хочет его купить, мы эти деньги направим, например, на ремонт крыши или на новое ворота. Но есть же, это не секрет, что очень многие жильцы, будем так говорить, не очень активны, и поэтому председатель ОСМД, вернее, покупатель ходит за руку с председателем ОСМД по квартирам и получает согласие письменно или уговаривает жильцов, что нужно пойти к нотариусу и заверить свое согласие нотариально. Как мы знаем, это нотариальные услуги платные. Вот у нас был случай, когда в одном из накопертирных домов там было почти 80 квартир, человеку пришлось заплатить большую сумму денег, потому что даже если нотариальное действие стоит 400 рублей, вы уже понимаете, какая это сумма. То есть я имею в виду, что накладные расходы всегда ложатся, как правило, на покупателя. Значит, собрание жильцов. У каждого совладельца, что касаемо количества голосов, у каждого совладельца голос пропорционально принадлежащий ему площади. Либо это квартира плюс парка-место или какое-то там еще нежное помещение. Это все суммируется и подсчитывается, значит, голоса. Но у нас, особенно тоже в старой части города в нашей достаточно большое количество домов, где есть дома небольшие. И особенно в исторической части города жильцы выкупали большие квартиры. У нас есть квартира 300-400 метров, которая занимает, например, целый этаж, сидя на море. И у этого жильца по сумме получается у одного площадь квартиры, которая превышает больше 50% площади всего дома. В законном предусмотрено, что в этом случае все равно каждый из оставшихся совладельцев имеет один голос. Или если там эта норма специально как-то оговаривалась в уставе по СНГ. Но я, честно говоря, таких случаев практически не встречала в параде. Решение на общем собрании принимается двумя третьими голосов. Голосов против быть не должно. Но лучше всего, конечно, когда все члены ОСНД голосуют за. Все, проголосовали. Мы в теории проголосовали на общем собрании. Если совладелец не имеет возможности появиться на общем собрании жильцов, то представитель ОСНД отсылает ему установленную форму письменную, который тот должен ее заполнить. В этом случае, кстати, тоже включается, здесь тоже возникают расходы на отсылку в форме депрессивного опроса совладельцев, которые не живут в доме. Кроме того, многие живут за границей очень часто в таких домах. Здесь у них живут арендаторы, квартиранты. И все накладные расходы по престоловым отправлениям тоже разражаются на покупателя. Решением общего собрания оформляется протокол. Каждая личная подпись каждого, кто прогрессовал и ответ за около каждой фамилии под подписи данного участника. Что касается использования полученных средств на нужды дома. ОСНД – это организация непригодна. Все полученные средства нельзя распределить между членами ОСНД. В решении общего собрания на отчуждение вспомогательного помещения обязательно нужно указывать четко целевое назначение денежных средств, полученных от продажи вспомогательного помещения. Например, очень часто человек, который покупает помещение вспомогательное на двух квартирном доме либо вносит деньги. Как происходит? Это все по-разному. Эти денежные средства часто используются на строительство детских площадок. В последнее время я замечаю из практики. И, как правило, особенно повторяю старых домах на покупку генераторов света. потому что мы все знаем в каком состоянии находится, к сожалению, наш жилой фонд. И, к сожалению, мы даже не Польша, где при передаче домов вот такие, там у них жилищные кооперативы создавались, разная форма приемки домов на балансе, у них обязательно менялись главные коммуникации. То есть без этого жильцы не принимали дом на свой баланс. основные газ, вода, канализация и электрические линии. У нас, к сожалению, такого нет. У нас вот есть такое затяжное судебное дело, где жители СНБ создали ОСНБ, принимают на баланс дом, закрытая территория, двор, хороший такой ухоженный и на территории этого дома есть водонасосная станция. Водонасосная станция, назвать ее ветхой, это просто, могу сказать, ничего не сказать. Это просто уже разрушенное практически как-то такое как там существующее оборудование, которое еле-еле функционирует. И вот полтора года очень принципиальные члены новосознанного СНБ борются с городом, чтобы произвести какой-то ремонт и как-то в человеческий вид эту водонасосную станцию для того, чтобы ОСНБ приняло ее на баланс. Потому что мы сами понимаем, что расходы это сложатся потом все начиные от ОСНБ. Ну, кроме того, что есть проблемы в получении согласия жильцов для отчуждения вспомогательных помещений, еще возникает сразу вопрос, как оформить документы. Это, я, например, считаю на сегодняшний день очень сложный вопрос. Почему? Потому что вспомогательные помещения это не отдельный объект недвижимости. На вспомогательные помещения и другое общее имущество нет отдельного технического паспорта, нет документов, подтверждающих право собственности на вспомогательные помещения и другое общее имущество. В Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество нет информации об этих помещениях и другое общее имущество. У вспомогательных помещений нет отдельного адреса. Проведу пример. У нас на территории Украины действует инструкция о порядке проведения технической модернизации объектов недвижимого имущества. В этой инструкции, даже в последней с поправками, нововведениями какими-то, там не предусмотрено даже формы технического паспорта для изготовления такового на вспомогательное помещение. Вот когда дом сдается на баланс уже СНД, балансодержатель, ведомство, перетиральная громада изготавливает технический паспорт на квартирное ДД для передачи его СНД. В этом техническом паспорте все вспомогательные помещения, которые находятся в самом доме, такие как подвалы, колясочные, шахты и лифты, входят в общую площадь этого дома и разносится в графу под названием Питсобный, то есть это подсобная площадь. Тогда как площадь чердаков или вспомогательных помещений на территории двора вообще не измеряется и в общую площадь дома не включается. То есть вы понимаете, они вроде бы как есть, но фактически площади их нет. Самая распространенная ситуация, которая возникает при вопросе о продаже самогательных помещений, ну, по крайней мере, вот с тем, что я сталкивалась на практике, очень часто это продажа чердаков. Собственник квартиры, ставим себе такую ситуацию, собственник квартиры хочет над своей квартирой выкупить помещение чердака у своего ОСМД. Есть согласие жильцов, есть согласие управления ОСМД, но реализовать на практике это практически невозможно. Я вам говорю из того, что я сталкивалась. Может быть, у вас есть какие-то примеры, где последовательно, так четко, в законном русле оформлялись такие уже по ОСМД, продажи таких помещений, мне было бы очень интересно узнать, посмотреть. Поэтому просьба, если есть, то поделитесь, расскажите. Я с удовольствием узнаю для себя новую информацию. Думаю, что это будет всем интересно. Потому что вот для того, чтобы такой чердак купить у дома, человек хочет, он хочет заплатить деньги, чтобы эти деньги пошли на ремонт крыши, ну, все что угодно, мы знаем, еще повторяюсь, что проблемы в ОСМД очень много, очень много. Но здесь жильцы, они вынуждены идти по каким-то схемам. Например, такая схема. Человек делает ремонт в квартире, получает документы с ГАСКО о том, что он провел реконструкцию, включает эту площадь чердака над собой, уже общую площадь своей квартиры и таким образом получает право собственности на квартиру уже с этим чердаком. То есть отчуждение здесь не производится. Просто вот таким путем, путем реконструкции через ГАСКО. Но по согласованию там с жильцами собственник компенсирует каким-то образом своим совладельцам. Делает им ремонт или просто наличные деньги ездить. Но это все же мы понимаем, что это не в правовом поле. И так быть не должно. Если наше государство предусмотрело создание ОСНД, то должно быть четкий порядок, как ОСНД распорядиться своим имуществом, своих интересом. Это понятно. Конечно, мы можем, мы знаем все, что если совладельцы, я прошу прощения, если у них нет согласия, это другой вопрос. Но если есть согласие всех жильцов, и есть человек, у которого есть материальные возможности, и желание купить официально и что-то сделать, то не должно быть препятствия и должно быть какое-то более четкое правовое регулирование. Это то, что касаемо встроенных помещений, то есть которые являются частью самого многоквартирного дома. Здесь сложнее с теми помещениями вспомогательными, которые находятся на территории двора этого многоквартирного дома. Вот у нас в городе Одесса очень много, как я уже говорила, таких помещений, которые люди... Гаражи, например, гараж. Он стоит во дворе, он каменный, он четко капитальное строение. Много-много лет уже человек пользуется этим гаражем. Хочет его выгодить. Опять же, здесь еще сложнее, потому что здесь по схеме ГАЗКО пойти практически это очень-очень сложно. Как гараж присоединить к квартире, понятно, что это проблемная такая история. конечно, мы знаем, что можно найти добросовестного монетаризатора, который нарисует этот паспорт на этот гараж, назовет его каким-то нежилым помещением, и потом регистратор зарегистрирует это нежилое помещение за этим совладельцем многоквартирного дома. Но мы все понимаем, что это не в правовом поле. Это весьма сомнительный путь. Поэтому я считаю, что наше законодательство должно более четко прописать все эти вопросы именно для того, чтобы облегчить совладельцам ОСМД при наличии возможности несогласия отчуждение вспомогательных помещений. Потому что на сегодняшний день эти вопросы все не урегулированы в правовом поле. Если есть вопросы, я бы хотела, чтобы вы написали мне, я всем отвечу. И с удовольствием еще раз повторяюсь, пообщаюсь с вами. Спасибо вам за внимание. У нас в Одессе сегодня прекрасная погода. Я желаю вам удачи. Адрес электронной почты, телефон, интернет, все видите. Сейчас я попробую посмотреть, что там за какие есть вопросы. Если смогу, потому что у нас сегодня падает напряжение, целый день есть интернет. не подключается. Я прошу прощения, не получится ответить сразу. Не подключается. Пробую, пробую, пробую еще. Коллеги, я прошу прощения. Я не могу зайти в чат и посмотреть. Вот с этими перепадами интернета действительно проблема. Поэтому еще раз благодарю вас. Если у вас есть вопросы, извините еще раз, что не могу сразу ответить на ваши вопросы, то, пожалуйста, пришлите, и я сяду в благоприятную уже обстановку, без теоретических проблем, отвечу на все ваши вопросы. Спасибо еще раз. Желаю вам всем здоровья, пережить экономические все трудности и всем успехам. Спасибо. О, я прошу прощения. Вот что у нас. На что следует обратить внимание при приватизации гаража, который переделан из двух сараев на территории квартирного дома? из чего начинать? Все, опять пропало. Да, я прошу прощения, чтобы мы вот так не занимали наше время, и я тоже, чтобы не чувствовала себя неловко, у меня то появляется, то пропадает картинка с чатом. Поэтому, если можно, давайте отключимся, и я на все вопросы постараюсь ответить. До встречи. Пока. Пока. Пока.